Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем серию обучающих уроков по SCADA-системе ZVue. Каждый последующий урок у нас будет продолжением предыдущего. На этих уроках мы создадим SCADA-проект и от урока к уроку будем его совершенствовать, дополняя новый функционал. Итак, давайте приступим. Прежде всего разберемся, для чего же нужна SCADA-система ZVue. А нужна она для того, чтобы каждый мог легко и быстро сделать свое готовое измерительное решение, не прибегая к сложному программированию. Каждый пользователь, когда начинает работать с незнакомым программным обеспечением, естественно, задает себе вопрос, с чего начать. Сегодня мы начнем с того, что откроем приложение ZVue и создадим простой проект, который будет выполнять измерение некоторого параметра, выводить его на график в виде самописца и позволять сохранять результат файла. В качестве измерительного датчика мы будем использовать термопару. Термопара у нас подключена к интеллектуальному датчику ZSensor. Давайте приступим к созданию проекта. Открываем SCADA-систему ZVue и начинаем размещать компоненты. В первую очередь это измерительный канал. Мы выберем тот канал, который хотим измерять. Из группы измерения выберем вольтметр постоянного тока. Вольтметр постоянного тока будет нам измерять постоянное значение величины того канала, который мы выберем в компоненте измерительный канал. Также добавим элемент кнопку с фиксацией. Она будет запускать и останавливать весь процесс измерения. Для отображения текущего измеряемого значения добавим цифровой индикатор. Для формирования графиков нужно добавить компоненты массивов. Из группы массивы выбираем формировщик массива и формировщик массива, который будет формировать массив времен. Для того, чтобы он формировался, добавим небольшую вставку, которая будет составлять нам компонент размер массива и элемент сравнения. Для отображения вставляем элемент график. И для того, чтобы записывать результат файл, вставляем кнопку без фиксации. Теперь нужно соединить все компоненты. Кнопка с фиксацией у нас будет запускать и останавливать вольтметр, а также сбрасывать оба формировщика массива. И график. Измерительный канал мы ставим на вольтметр. С вольтметра данные передаем на индикатор и на формировщик массивов. С формировщиком массивов сигнал идет в график и нашу связку для заполнения массива дата. Компонент, который измеряет размер, соединяем с компонентом сравнение. Компонент сравнение соединяем с формировщиком массива дат, а формировщик массива дат соединяем с графиком. Кнопку, которую мы будем использовать для записи результата, соединяем с графиком. Вот у нас получился проект. Теперь нужно настроить свойства компонентов. Начнем с компонента измерительный канал. Здесь мы выбираем тот канал, который мы будем измерять. Это канал нашего датчика. Вольтметре постоянного тока выбираем древнее усреднение. Нас устроит 1 секунда. И переводим его в состояние false. То есть он работать при старте не будет. Его будет включать кнопка. У кнопки назначаем название, когда она находится во включенном состоянии, и когда она находится в выключенном состоянии. Во включенном состоянии она будет называться стоп. В выключенном состоянии она будет называться старт. Компонент цифровой индикатор оставляем как есть. Формировщик массива оставляем как есть. В сравнении ставим реакцию только на первую ножку. И сравнивать будем число с нулем. Как только размер массива будет больше нуля, у нас в компонент формировщика массива дат будет поступать значение. На графике меняем тип графика на YKT длительно. И кнопку записи переименовываем. И анализоваться у нас будет запись. В принципе все свойства мы настроили. Переходим в интерфейс оператора, чтобы разместить компоненты. Растаскиваем компоненты так, как нам будет удобно, чтобы мы могли ими пользоваться в процессе работы проекта. Или потом настраивать отдельно, когда мы проект закроем. И будем его редактировать. В принципе размещение компонентов мы закончили. Можно сохранить проект. Сохраняем на рабочий стол под именем DEMO. После того, как мы это сохранили, проект можно запустить. Запускаем проект. Сейчас, когда кнопка старт не нажата, никаких измерений не производится. Нажимаем кнопку старт. Вот пошли измеренные значения на график. Теперь мы можем закончить процесс измерения. И для сохранения данных нажать кнопку записи. Сохраняем на рабочий стол под названием 123. График сохранился. Чтобы его просмотреть, открываем папку, куда мы его сохранили. И видим тот самый график, который был в проекте. После этого проект можно остановить. И скомпилировать в Excel. После компиляции у нас появляется exe-файл, который мы можем запускать, не используя сам проект. Вот наш файл DEMO.ZVX. И вот наш файл DEMO.EXE. Запускаем DEMO.EXE. И выполняем те же самые действия. Наше приложение работает. Измеряется температура. И данные можно сохранять в файл. Вот файл, который мы сохранили. А на следующем уроке мы рассмотрим, как дополнить нашу измерительную систему функции сигнализации и оповещения оператора при выходе измеренного параметра за допустимые пределы. А сегодня на этом все. Всем большое спасибо за внимание. Используйте аппаратное и программное обеспечение ZetLab. Следите за обновлениями на нашем канале и не валейте.